у меня королевский завтрак у меня не бывает других завтраков или божественный или королевский просто завтраки один вкуснее другого что мне на завтрак мне заодно завтраку такие плюшки это такие вот пирожки по-моему они сыром со шпинатом и с лосося о курочка у меня отварная ножки крылочки всяко разно хлебушек сейчас я почищу огурчик так что овощи у меня тоже присутствует и королева сегодняшнего утра картошка с яйцом у кого пониженный сахар кушайте картошку с яйцом последний картофан который сейчас я его так хорошо чтобы было хорошо видно курица все закрывать который ты хотел отправить который хотел отправиться в подвал я говорю ладно не скучай я тебя съем так что мне здесь заметка это у меня заклеен лейкопластырь вот видите я вчера его клеила там же какие-то хрипы были подозрительны а ты меньше стала сейчас я почищу огурец правильно и будет очень даже неплохо очень неплохо я всегда кожуру вот это вот с любого огурца с любого счищаю и также с кабачка тоже счищают зачем они надо тут идет она тут не столько ты его тут съешь ну когда понятно дело когда на стол для гостей то можно не счищать не пойму подаль почему чтобы побольше было тогда огурец придает более красивую форму а так он какой-то его когда стищем он как голенький видите глыж его раздели на тебе вот и я забыла чай в кружке чай я сегодня еще не открывала подарок хотел открыть сейчас а потом думаю нет вы отвлечетесь а вы должны быть сосредоточены на пище пища чтобы не мешать так сказать пищеварению понимаете а так подарки будет вас отвлекать так что не на душке меня не надуришь я хочу сейчас пока у нас такая погода мы с волчонком когда утром выходили он такой погоды честно говоря не было было как пасмурно а сейчас вышло солнце мороз и солнце день чудесный чего ты дремлешь друг прелестный проснись красавица ну в общем вы знаете это стих я тоже знаю но не весь мороз уже у нас немножко спал начинает таять не знаю потает она все или нет но вот мы с волчонком ходили было пасмурно а сейчас солнце прямо в окно все мои питомцы рады и веселы дайте капец роду я тоже хорошее настроение таблетку таблетку сейчас мы в общем таблетку обязательно все вот это вот картошку сидим и больше картошку есть не будем вот так купили с дуру не выбрасывать же правда так сказать как бы вовред себе я жертва ой давай это на нас едим ой наверно они уже плохие у меня думаю нет все последние локальники а а я думаю что ну полу плохой видеть сейчас тут по его едаю что там и хорошие авокадо кинучи то мы перебрали можно было положить хотя в холодильник не надо ложить авокадо а мне кажется можно наложить так вот вниз они тогда не так быстро спеют хотя как ветерок поднялся становится деревянной пижамные штанишки упали потом покушу подымем ветерок поднялся я подстирала а для водички не да не надо не надо всегда мне любит она мне все делает она мне это я настояла я рады раздавая картошечки пожарим прицелить не надо я радовать сидим зуба нам не могли не делал ну вкусно скажите да все что вкусно все классно что не полезно ну вот тоже свалили суп не очень полезно но вкусный куриный бульон а куриный бульон это знаете курочка сваренная потом первый бульон вылил вылили его и 2 бульон я очень люблю такой с петрушкой ну и положили макароны ну понятное дело тоже не не годится такой суп тоже захотелось тут смешные купили авокадо чтобы она пропала ну все уже нет ну картошку тебе было жалко выбросить 2 евро а я и авокадо не выкидываю я вот ем я тогда почистила она имеет уже запах алкоголя не давно бродит ничего не бродит у тебя забрать его эти профессорам напишут люди голодают они выкладывать еду за моим учитывая едим мы любим топная нам не нравится зеленый цвет когда мы пойдем на ямарку может пятница я в том году вам показывала ярмарку жители германии говорят там одно и то же ничего нет интересного ну все равно пойдем посмотрим нет ну да может сосиси поесть встретиться с друг другом может а мы туда пойдем на качелях кататься мы тоже может кого-нибудь встретим ну просто пробьемся посмотрим да давай пойдем еще вечером пойдем так чтобы там фонари включили тем более тогда мы в пятницу можно сходить и по делам куда нам надо ну так и думала мне с утра пораньше может пятница будет короткий день надо пасти но этот с утра пораньше посмотрим а потом пойдем по делам а потом пойдем на ямарку жареная картошка очень вкусно это было неполезно с молоком у меня нет молока мы решили столице на новый год не будем ничего такого готовим может какой-нибудь один салат сделаем картошки точно не будет утка утка или гусь будет может сделаем утку или гуся у нас утка есть в холодильнике в морозилке утка по-моему жирнее да чем гусь наверное да а помнишь что это в кауфланге ты смотрела зеленые такие гуси-гуси замороженные а я с наталья поехала думала что хорошо прихожу пусто я не знаю по чем килограмм да мы смотрели там были гуси ну что-то я посмотрела не увидела какая цена они такие большие здоровые килограмма четыре наверное да а то и больше правильно пусть я могу немцы очень экономные они кстати это кто не знает всегда если у них семьи они всегда запасаются заранее у них нет такого чтобы вот на охоту идти собак кормить поэтому здесь чуть-чуть позже мы уже знаем у них всегда есть запасы подвалов вот эти как она келич как она называется всегда камеру тоже стоят и мясо и все нет такого что вот завтра праздник они идут купляться а мы с тобой были так чтобы мы ходили в 31-го здесь или нет что мы не попадали с тобой что ходили в 31-го магазин или 30-го нет а куда ходили в магазин в прошлом году мы не ходили с тобой в 31-го помнишь ты ходила говорила люди спиртное берут и напитки ну правильно потому что у них еда вся записана ну да и в основном делают такие шведские стады если накрывают на стол если гостям вот так люди нормальные все экономят конечно в этом году все это очень дорого да вон сейчас в акции будут не ну вы тоже ну они наверное шампанское хорошее что пьют только вино а шампанское наверное не пили ну может я и не пила шампанское все шампанское дорогое вон в кауфланде на следующей неделе будет акция шампанского шампанского бутылка стоит 49 да по акции по акции можете себе представить ну понятное дело что ты можешь себе позволить я не могу такую шампан это очень дорого очень дорого за такую цену ты можешь купить целого гуся ганса и целый новый год есть бутылку ликера купи и вот тебе на год тебе люди уже часто пишут что ликер пьют с кофе не едят у них не пьют у них едят и запивают ликером ну понятное дело ликер это практически на десерт но кто это написал ничего не хочешь кушать ликер с картошкой кушай никто накушай если ликер это нормально самое главное чтоб тебя вставлял с нет понятно кто тебе запретить никто сейчас все все по-новому но я не солила когда я не варил это косточки у нас кармары у нас есть кольца кальмара мы брали по акции кролики потушим сметану можно будет вкуснятина самое интересное я запекла цветную капусту позавчера не что-то она стоит даже никто кусочка не отрезал пойдем если бы не было картошки мы бы и поели бы картошку не поделились и не почистить можно не выбрасывать ее повянет испортится а холодильник у нас хорошо работает не знаю вот эти джинсики последние показывала вчера мне готова юля тебя так хорошо люди мне мало знакомые пояс сделать и отлично они только в пояс у меня вообще ты не пробовала еще это? нет я потом попробую ну все пишут все мне сказали хорошо а вы только пишите что плохо сейчас покушаем мне кажется если я здесь очень широкие штаны даже чтоб ногу не было видно оно то все равно будет струиться по ноге конечно все равно нога будет видно что она ну а что? что мне? 18 лет я никого не стыжусь косточки обладываешь как песик я песик я песик вау вау вкуснятина вкуснотися вкуснотися и какой то сумасшедший песик не сумасшедший а холодный плак allocated Ммм я пробовал и этот слоеный пирожок ну там ну нормально рыба так ну рыба кусок рыбы на кусок рыбы просто какой-то соус сверху непонятный видите там жидко ну рыбка нормальный кусочек вкусно у нас что вкусно надо покушать и открыть подарок 100 какой-то безвкусный ну вот это сразу признак того что я начинаю наедаться потому что балуешься на это разве чего-то на это и все замороженое выпечки мы покупали мне понравилось что маленькие штучки блин у них было очень вкусное тесто уже час дня на 319 эти поедем нормально шейки конечно это не очень прилично смоктать кости при малознакомых людях ну мы же все свои на единство в ресторане были не стался так плести но я же дома батончик иди ко мне и батончик а вот что там батончик и батончик витцам я думаю где батончик а ты чем-то их угощаешь мясом какой волчонок послушный мальчик добренький так волчонок быстро иди на место как попрошайка ведешь себя как же он нас любит и мы его любим вот что значит судьба одна такая лешечка осталась все остальное я уже заточила капюшка мирно для жарки вкусно я заметила мы ее варили она не очень была мы я сварила я не стала не масло вообще ничего не ложить и она как-то не не но не вкусная вареная вот видите такой соус рыбка да сильно мучной соус прям такой как манная каша да соус не очень как бы укроп положено зелень но не очень так лестер заварили да да вот серьезно как лестер даже не на молоке а потом добавили а рыбка вкусно наверное сыр добавили он может и так съедобное сколько стоит скажи не дешево 2 с чем-то попробовали если тех целый пакет 700 грамм они стоили евро восемьдесят девять или что-то но те прямо вкусные помните такие маленькие очень вкусные классные классные хорошо поедем но это один раз купишь второй раз уже не захочешь какая-то итальянская ферма мы пошли по итальянской еде демонстрируем девочка моя золотая ну приветки вот эти сразу я их открыла как будто вкус попробовала ничего а потом думаю вечером съем вечером что-то достало их они такое впечатление что как выпалился у них вкус не знаю что то как то вот там безвкусно и все ночью вчера и кто когда я пиво все не выпила а соус остался потом супа мы съем скребетками мне не понравился этот соус потому что он сильно так вот как говорят ой рекомендую прям рекомендую ну на один раз наверное покушать не знаю а ты креветки уже не купишь? ну на данный момент мне их не хочется вот лангустины те были вкусные которые мы жарили мы их не совсем правильно приготовили но вкусные у нас так и есть лангустина подвали а вот эти креветки соус перебивает при вкусах этой креветки вообще в креветки может быть это мне некоторые украинцы наши брали говорят ой такая вкуснятина ммм 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 ну да ой я жду акции ой когда будет ой акции да прям знаете там ну ну мы как бы хотели купить ну пожарничали они были 6,99 по-моему я купила по 3,99 а потом сейчас они по-моему 4,99 но тоже как бы акции я люблю такую креветку чтобы она была пахово кропчиком сочная чтобы она была ну как то там как знаете на азовской креветке рачки рачки В Мариуполе она продавалась на стаканчик, нужно было и покрутнее найти, и помельче, и по морю носили, вкусная, по морю все по-разному носили, креветки, пирожки, я когда была в последний раз, я все покупала. И червы, рейки, пирожки, только сладкую вату не брала, все, что носили покупала, все, что носили покупала, все, что носили покупала, все, меня довезал сильный голод, хотя никогда, мы на пляж шли, никогда пустые не шли, сюда вставала, не знаю. Так вы еще брали бутылочку с собой? Ну да. А ты же не любишь кушать, когда пьешь? Не знаю, что-то. Я же не могла пьянить, потому как бы я талку довела. Кто-то из нас должен, ну, хоть немножко быть трезвой. Это была я. Пирожок остался, кусочек курочки остался, осталось. И хлеб даже не притронулся. Вы же мне его не рекомендуете. Вы думаете, чтобы вас не разочаровывать, я хлеб не стала есть. Чтобы вы мне не писали. Теперь вы написали, какая я молодец, что я хлеб не ела. Ничего не хватало. Это в лак попало. Вот, блин. Это могла ресница, так, тушь. Моним. Да? Моним. Все, сейчас чай выпьем. Давай подарки открывать. Мороки помоем. Можно сюда, наверное, пирожок. Надо было курочкой волчонку угостить. На! Не, а дай. Волчонок, иди ко мне. Только ты чуть-чуть так, чтобы соли не было. Я не хочу. Чуть-чуть волчонку. Мы ему давали, но у него, в общем, с желудком не все хорошо. Поэтому иногда, иногда, очень редко мы его угощаем. Костя эти никогда, ни в коем случае... Не, ну это не так было. Смотри, мы ему варили говядину. Это все зависит, мне кажется, от мяса. Может быть. Он так хорошо купил. Он хорошо ходил в туалет. Потом какую-то купили. То ли, не помню. То ли курицу, то ли говядину. Все. Говядину. Говядину. Дитё бедное дальше, чем видела, ходила. Не, не, не хорошо какое-то. Может, это... Иди ко мне мать. Я что-то заметила, что так в Германии бывает. Что ты одно берешь мясо хорошее, а другое... Я не знаю, как оно, с чем это связано. Но вот, честное слово, вот я заметила. Ни в коем случае вот эти кости, вот такие кости, которые обглоданы, вот как я их сейчас обглодала, нельзя давать собакам. Это слушала ветеринара. Ветеринар говорит, ни в коем случае. Это... Собаки его едят, но это не полезно. Это вот он просто забивает... Пес забивает себе желудок. Оно ничего не дает. И бывает иногда, что даже пес, когда входит в туалет, не выкакивает. И вот этими вот костями можно забить желудок. Ой-ой-ой. А трубчатые кости вообще нельзя давать. Вообще нельзя давать. Ни собакам, ни кошкам. Потому что они могут вот так вот и кишечник пробить, и все, что хочешь. Представляете? Вот такая вот обглоданная кость. А люди дают собакам. Вот сами такое обглодают. Даже хрящики, видите? Мы даже не давали в Димурке такую. Ну мы никогда не давали. Я никогда не даю такое собакам. Никогда. Вот бродячие собаки никогда не даю. Никогда. я считаю что это даже позор давать такое сожрать этот как я сейчас взяла все это обглодала потом дам этот собаке ну это вообще это позор позорище ну скажи даже хрящики когда собачка кушать хочет а это ей прям как за лакомство ну и что же когда собачка кушать так лучше не давать от людей зависит ну когда она ищет это другое дело где-то там кто-то кинул так же вот я собакам не даю форма у меня форма форма у меня и форма и авокадо и два мандарина киви киви не авокадо пока даже нет авокадо мы последний 3 киви является вот все фурму пока форма держится но нет форма очень вкусно очень вкусно я не знаю я ее не надо даже чтобы она спела вот так разрезаешь ее вот как по мне ну может это мне такая попадается она не вяжет рот она прямо кушаешь очень вкусно даже если она творога нас она вообще не такая она но у нас такая спелая как вот вот развалюха прям ты имеешь ввиду это не а это как яблоко есть но это как называется шарон шарон ну на вид такой же ну шарон у нас все равно да он вяжет он вязал да хотя вот шарон вы торговали в шарон такой люди его хорошо брали ну он дорогой да дорогущий но меня кстати были практически очень много смеетесь потому что вы не соображаете головы а у меня были очень такие элитные покупатели которые брали шарон которые люди понимали что надо брать брокколи брокколи возьмешь два ящика и потом можно его не продать и он весь у тебя жалко завтра пожелтеет это его выкинешь вот а мне нет у меня были такие элитные люди которые приходили скажи да очень такие именно зажиточные и сын работает невестка там с ребенком там вот бабушка приходит их не постоянно скупляется так два пакета у меня накупляет там еще знала что я ее никогда не обвешу никогда и не гнилого не положу вот поэтому такие вот такой вещи как шарон брокколи мы всегда брали и люди всегда брали потому что правильно люди нормально понимают что это нужная вещь ну видишь это люди брали а мы привозили как помнишь мы на ярмарку поехали на или чем сколько мы продали хурмы там а мангарин сколько мы продавали нас все знали кстати картошку привозили с полтавской области синегласку это такое и привезем очередь стоит у юлию я я принимаю деньги у меня всегда жалела сижу деньги я всегда знала что мне как делать я всегда все четко распределяла всю работу что лучше меня никто не сделает чай хороший да это чайник просто ромашка это еще имбирь это еще не ну то нет ни потёрки не сам не сам а я мы вчера купили имбирь хорошо для желудка имбирь вот я уже заметила завариваешь имбирь надо его не такой пить прям глаза вылазили такой средненький может и больше в термокручку и бибра можно имбирь брать ну надо так еще и чай может и так ну посмотрю в общем мне надо рано вставать и потом просыпаться так ладно все все поели хлеб не хочу чай доем мусор выкинуть пойду мыть руки и открывать подарки а вот Продолжение следует...